Раз! Я умею считать до трех, это мой максимум долг! Ну так три месяца зимой же! Два! Порвете канадца и будете покупать! Три! Тяни! А вы громче, кулаке! Подмароке! Давай, давай, давай! В ДК Победа – Проводы зимы. Интерактивный спектакль «Сказочная масленица» подготовил театр студии «Клевер». Маслен встречает ребят, деток. Они хотят встретить масленицу, но баблига им мешает. Сначала притворяется весной, потом зимой. Но в итоге ребята ее разоблачают, в маслечные игры с ней играют, семь дней недели разучивают. И в итоге с бабушкой Югой дружатся, мирятся и масленицу вместе встречают. Тем временем в фойе Дома культуры развернулась выставка кукол. Городской конкурс «Самарская маслена» проходит до 1 марта. На суд жюри в промышленном районе представили почти 70 изделий народного творчества. Оценивают кукол в трех номинациях – традиционная, авторская и эко-кукла. Конкурс проходит во всех районах города. Смотрели, какие лучше, какие интереснее, какие выразительнее. Смотрели на лица. Ну вообще куклы русские, они же безликие. Но в данном случае, раз это предполагается, что это будет сожгутых, то рисовали лица. И они абсолютно разные. Главное, сделаны они с душой. И что это очень интересно. И смотрится. А на площади Куйбышева в это время ярмарка ремесел – городок мастеров. Более 130 народных умельцев приехали в столицу региона со всех уголков Самарской области. В 23 шатрах можно увидеть и купить уникальные вещи – от предметов быта до игрушек и оберегов. Естественно, он масленица, поэтому очень много куколок-маслениц. Также у нас представлена коллекция самоваров, очень много вязаных вещей. То есть мастера, они постарались оформить ярмарку и представить самые лучшие работы, рукотворные. Марина Шавандина мастерит кукол уже более 10 лет. Одна из любимых – масленица. Их в России существует несколько видов. Вот это, допустим, масленица домашняя, обережная. Она сделана по всем правилам, она без узелочков, на груди у нее крест обережный. Обычные масленицы, праздничные масленицы. Есть масленицы из лыка, которые сжигают. Сегодня традиция сжигания масленичных кукол все больше уходит в прошлое. Маленькие поделки предпочитают хранить дома. По народным приметам масленица исполняет желание. Кроме уникальных сувениров, гостей праздника ждали аттракционы – блины, горячий чай. Все согласно народным традициям. Очень много всего, программа, очень много людей переодетых, очень классно, детям всем нравится. Масштабно, красиво. Горки поставили, медведь, он стоит интересный. Хорошо, очень даже здорово, много всяких поделок, много всего интересного. Понравится, да, и красочина, красочина очень. Так что масленица, прощальное воскресенье, то есть все нормально. Постепенно языческий праздник соединился с христианским, а проводы зимы с прощенным воскресеньем в этот день православные верующие начинают подготовку к великому посту и просят прощения у близких. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.